Христос посреди нас, мои родные крестолюбцы, братцы и сестры во Христе, весь род избранный, царственное священство, народ святой и Божий, люди, взятые в удел. Всем желаю во Христе Иисусе Господе нашим, сущим над всем и неизменным в Слове Своем Боге, и радоваться, радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю пребывать в любви, мире, долготерпении, бездержании, усовершаясь и возрастая в кротости, благости, всякой святости и в познании истины и Господа нашего Иисуса Христа, в которой есть любовь. Ну, начинать я всегда буду по примеру, по заповеди Божьей и по примеру апостолов, да, напоминаю вам заповедь нашего Творца, любвеобильного родителя нашему, о том, чтобы мы любили друг друга. Ну, любили, естественно, любовь проявляется в делах. В делах делами слова и делами дела. Ну, благотворение так можно объединить, да, и вот благотворение – это есть любовь. Она проявляется в словах и в делах. Ну, а поговорить я хотел такую тему затронуть. Все-таки вот, когда я покаялся, и вот сколько уже живу во Христе, лично мне все понятно, и жить стало очень просто. Да, есть проблемы в том плане, что нам кажется, что мы в раю можем пребывать. Нет, есть люди покаявшиеся, есть непокаявшиеся, творящие зло. И нам кажется, что вот, но все так не идеально, у меня ничего не получается. Да нет, с чистым сердцем можно жить, потому что грех есть один в мире, это не любовь. Все, о, вот, там блудить Бог накажет. Да делать Бог тебя не накажет. Просто когда ты блудишь, ты делаешь человеку, причиняешь человеку боль. Ну, что это, сегодня ты приехал, завтра ты забыл на всю жизнь. К чему весь этот брак там? Брак – это обещание верности, а верность – это любовь. Мы же доверяем, верность, доверие – это слова одного порядка. Мы же любимому супругу доверяем, вверяем себя, ему жизнь. Мы знаем, что он никогда, он клянется там клятвой верности, да, что никогда не оставит, не покинет. Вот, поэтому... И так, куда ни коснись, в принципе. Любое дело, это... Любой грех – это грех против любви, против ближнего. Какой бы мы ни разобрали, на самом деле, всегда можно... Пьянство. Вот Бог тебя, будешь в аду гореть. Да Богу все равно, пьешь ты, не пьешь. Ты, во-первых, сам себе вредишь, кто выпивал, знает. А во-вторых, что толку, ну, ушел ты в запой, ты не работаешь, там, дебоширишь, да. Тебя несчастливы ближние, ты страдают, причиняешь зло, кто-то там уж колотит кого-то. Это же все опять грех против любви, против ближнего. А Богу от тебя ничего не надо, можешь хоть упиться. То есть, дар Божий, жизнь и счастье не нужны настоящие. И вот поэтому, когда я покаялся, когда я познал истину Христа, и Христос освободил меня, и внешне, и внутренне от всего, я, конечно, счастливый человек, потому и сам исповедовал во всеуслышание свое покаяние. Все мои родственники, друзья, знакомые, все вокруг меня люди знают, что я христианин. Причем не какой-то палочный, да, а именно я живу, именно я стараюсь никого не обижать, всех любить. Я действительно так стараюсь делать с родителями, с друзьями. Я думаю о каждом своем поступке, о каждом своем слове. Вот, как бы не погрешить, не обидеть, не спорить. Ну, вот сейчас, когда вот мой блог я веду свой, да, на ютубе, вот тут есть сложность. Почему я к чему подведу? Да и сам я, конечно же, я же тоже в этом подвязаюсь. Я тоже кого-то слушаю, кого-то смотрю. И вот у проповедников есть тоже беда, в том плане, не надо их, конечно, я не к жалости призываю, да. А хочу с вами даже посоветоваться, рассказать, поделиться опытом, чувствами, переживаниями, мыслями. Что, да, кажется, вот люби, люби, люби. И вот это у проповедника есть, он скользкий путь в том плане, конечно, соскочить от нелюбви очень просто, борясь за истину. Хотя вроде бы, да что ж такое, котяры мои замучили меня. Вот они они. Что можно, я говорю, борясь за истину, все уши на свете и головы порубить, и на самом деле скатиться в злословие, в осуждение, в ненависть вообще впрямую к человеку, это, конечно, беда. И все проповедники стоят на этом скользком пути. И почему действительно к проповедникам надо, как и к любому человеку с большой ответственностью, относиться и с большой снисходительностью. Потому что Бог сказал, чем много дастся, много спросится. Но как и сам Господь, и апостолы говорили, что ничего не может, и Иоанн Креститель, что человеку ничего не дается ниоткуда, все ему дается свыше. Как он этим пользуется? Не Бог виноват, что он власть дал Ироду, и он его осудил на смерть, да? Да нет, конечно, Бог дает тебе власть, но пользоваться ей во благо или во зло, это уже дело твоего выбора, абсолютно. Поэтому вот Бог дает тебе дары, слова, проповеди, познания, как ты ими будешь пользоваться, да? И вы думаете, что я не размышляю об этом, да я все время размышляю. Если в личном плане мне все открыто, люби все, и любить очень легко, думать, ой, как, да как. Ну, конечно же, стараться никогда там не нервничать, не злословить никогда, не обижаться там, всегда помогать человеку, даже врагу так называемому, даже противнику, кто к тебе там плохо относится. Я вот слышу там где-то в интернете, что ему помощь нужна, да я, конечно же, помогаю тут же, потому что Господь сказал благотворить. Тем более того, я это делаю с радостью, да? Действительно, потому что понимаю, что всем от одной крови я все это понимаю всегда. Стараюсь никого за глаза с кем-то там, вот как вы знаете, эти кухонные перетирания всех на свете, я стараюсь от этого уходить, бороться. То есть я согрешаю тоже, конечно же, я падаю, я осуждаю с кем-то, заносит, могу и позлословить, вот. Но я каюсь в этом, почему я говорю, христианин это все очень просто, он истину знает, люби и все, согрешил, покайся, встань и дальше иди. Тут мне все ясно, причем когда человек у тебя на лицо, как есть такое выражение, да, то есть вот перед тобой. Тут очень просто, человек обычно, ты или по виду узнаешь, что ты обидел его, вот, и по каким-то обстоятельствам. Ну и да, мы бывают вроде лично не обижаем, я говорю, сами себе раны наносим, ибо грех это помрачение собственного ума, сердце, это нагота души, срам наготы души. Как помните, в откровении сказано, вот, когда мы действительно с кем-то себе найдем общего врага и давай его обсирать, там, злословить, высмеивать. Вот, это беда, и в это, конечно, очень легко свалиться. Но, вот, меня же там тоже, конечно, кто-то укоряет, но кто-то по-доброму, пусть даже пытается там мне, там, сказать, вот, ты там, обижаешь чувства верующих, да, там, кривославные, там, не кривославные. Тоже, как бы, говоришь о других учениях и так далее. И вы знаете, я бы не говорил ничего. Я бы вообще бы говорил одну заповедь Божью, и все вот в этом духе, да, как говорится, чтобы никого вот не обидеть только. Но я читаю Евангелие, я люблю Новый Завет, я читаю апостолов, да, и вот, к сожалению, не получается, что проповедник, вы же помните Господа, он, конечно, лично никого не осуждал, не обижал, да, не обличал его грехи, если бы он наготу всем поднимал, подол с ромоты, чтобы показать, это беда бы была для человечества. Он пришел не для этого, он пришел спасать и открывать истину, которой есть любовь, и являть ее своими делами, и даже до креста величайшего дела для человечества. Вот, ну вы помните, как он говорил, бойтесь, берегитесь закваски фарисейской и иродовой, и саддукейской. Куда я дену эти фразы? Причем это говорится всем людям, и говорит это в образе Христа каждый проповедник, получается. Потому что Господь сказал, сотворите и научите, что я вам повелел, а он сказал, бойтесь. То есть апостолы, и получается апостолы то же самое передавали. Вы помните, ну, что у Петра, что у Аквы, они все боролись тоже, и особенно, так как у нас очень много посланий апостола Павла, мы видим, как это вечное противостояние с законником, вот этим фарисеем, ну, в общем, все по образу Христа. Все это в оконцовке в нелюбовь упирает, потому что человек думает, дал десятину и пошел дальше. Человек может не десятину, а двадцатину нужна, а у него беда. Тот, кто любит, если тот человек для него брат, он ему душу отдаст. И помните, как Господь притчу о ближнем рассказал, очень хорошее. Он не просто бросил ему там повязки, на, сам себе перевяжи, вот тебе десятина, у меня вот десять бинтов в сумке, и вот тебе, на тебе бинтик один. Да нет, он его перевязал, на осла посадил, в больницу, в гостиницу довез, там послужил ему, там заплатил за него владельцу гостиницы, сказал, чтобы ухаживал за ним, что если даже больше чего истратить, не жмотничал, все делай, что он по приходу обратно, по возвращению воздаст ему. Вот что такое братская любовь-то во Христе, да и вообще, как жизнь человеческая Господь и сказал, кто тебе, там не говорилось, кстати, а братская даже, любви, там Господь и показал, что так надо относиться ко всем людям, потому что иудеи с самарянами не общались, а этот самарян, получается, сделал, вот, пожалуйста, врагу, противнику, ненавистнику собственному. Ближний тот, кто рядом сейчас с тобой, нуждается в помощь или в разделении радости, мы должны и радоваться радующимся, и скорбеть, и помогать со скорбящими. Вот, и поэтому дело проповедника не такое простое. Куда мы денем все эти наставления апостольские, все ихнюю эту борьбу с лже-братьями, лже-учителями и наглыми рухателями? Куда мы денем Павла со всеми его этим противостоянием? Вопрос тяжелый. Вы думаете, когда я там проповедую, я молюсь, конечно, Господи, я говорю, Господи, если ты меня ставишь на это, ты и научи меня, как делать. Я не против, мне в этом не нужна моя свобода. Вот мне в мозгу печатай, как на печатной машинке, чтобы я просто передавал твои слова. Я не хочу быть собой. Я хочу быть максимум живым писанием. Да, кто-то читает твои бумажки, кто-то не читает. Вот я бы мог говорить, пожалуйста, могу быть твоими устами. Вот ты вкладывай. От себя я, что я, конечно, я могу, погрешаю. В личном, не знаю, мне лично последние годы очень легко, я спокойно живу. У меня чистая совесть относительно родителей. Хотя у меня есть проблемы и с родителями, и с друзьями, как говорится. Но у меня совесть чистая, я там делаю, что я знаю. Я понимаю, что пока, потому что любовь – это обоюдное действие. Если человек где-то что-то противится, ну, ничего не поделаешь. Ты хоть из кожи вон вылезет, человек пока живет в страстях, допустим, он так и будет от тебя что-то требовать невозможного. Ты не можешь пойти против. Господь сказал, кто любит даже маму, папу, брата, друга, более нежели меня. Что это нежели меня? Это, ну, конечно, всегда мы читаем Евангелие и видим и невидим. Это, в общем-то, конечно, с тебе и публично от Христа, от речи, грубо говоря, принуждает. И внутренне, от истины, от любви. Да, ты не можешь этого сделать. Вот. Мама говорит тебе, купи мне виллу, да, там, или кто-то. А ты говоришь, вот тут у меня нищий есть, мне надо ему все отдать. То есть тут вопросы такие, что ты выбираешь, конечно. И то, что нам сейчас кажется, что это не любовь для человека, на самом деле, потом он или познает, или еще. Я говорю, в личном, личном мне я уже как бы… Тоже бывают разные ситуации, конечно. Ну, как-то не знаю, я лично в последнее время живу в мире. Хотя я и живу один тут, у меня минимум контактов с внешним миром, так назовем. Даже с друзьями, с родственниками. Вот. Даже просто с людьми. Тут поэтому у меня как бы само душевное состояние более спокойное. Я представляю, я знаю, что многие живут там в сумасшедших домах, так скажем. У меня и у самого там, я говорю, в разных местах непростые ситуации есть. И в дружеском окружении, везде. Вот. Но тут, я говорю, все просто. Действительно, заповедь одна. Если правда, даже зная эту заповедь, сколько проблем, сколько недопониманий, сколько сложностей. Уж тем более, если мы будем всякую чушь проповедовать. Все какие-то ненужные вещи, мусор, который, кстати, в Евангелии которого нет. Все притчи, все образы, все дела Божьи, все им говорили о его божестве и любви его. О чем и все были изыскания закона и пророков, помните, как Петр говорит, и ожидания. Именно вот об этом семени, которое будет от Евы еще обещано, которое будет поражать змею голову. Вот. Поэтому в личном плане все понятно. Я говорю, надо помнить заповедь, что наше дело подвязаться в любви, что мы все на земле от одной крови, что все мы покаемся рано или поздно, что мы когда-то покались, и Бог простил нам наши грехи, что мы теперь должны делать то же самое. И как Христос нас некогда к Богу привел в жертву своей, любовью своей, так и мы. Мы же стопочка в стопочку, как Петр говорит, по стопам его идем за ним. Отвергая себя, своего эгоизма, своей дырки, затыкаем ее когда-нибудь, наконец, в жизни после покаяния, и несем крест, что-то такое, творим дела любви. Как? И следуя за Христом. То есть это вот корень растения. Дела любви видимы, а корень внизу. Что значит следовать за Христом? Значит уповать на Него. И помните, как он сказано, в долготерпении приносим плод. В самой притче-то о этих пшеницах, брошенных на землю, в терпении. То есть мы в терпении и уповании на Христа, отвергнув себя, делаем дела любви. Так там в этой притче, в общем-то, Господь и подытожил про семя, брошенное на четыре разные почвы. Вот, так что вот так вот. Поэтому проповедовать не так всем легко, как кажется. Конечно, есть сомнения. Вы думаете, я когда говорю о всех этих минусах каких-то, или извращениях действительно, или вот этих придуманных учениях человеческих, что-то внутри меня коробит, конечно. Ну, по поводу того, что это кого-то оскорбляет чувство верующего, тогда надо вообще из Евангелия все это вырезать. Где Господь оскорбляет чувство верующих. верующих говорят, что берегитесь, носящих длинные одежды и прочее, прочее, прочее. Да, берегитесь закваски фарисейской иродовой, да. Более того, мне как-то сказали, вот ты говоришь там православный или еще там что-то. Но вы помните, есть другой момент в Евангелии нам оставлен, когда законники, ты нас обижаешь. Помните, есть прям очень похожий случай, что Господь говорит, вы законники. Он говорит ему как бы в лицо. Да, то есть он говорит, вот ты и нас. Хотя и тот о всех говорит, но он же говорит и себя. И он им говорит, что вы законники. Ну, и его как бы подразумевают. На людей налагайте бремена неудобно носимые, а сами и пальцами свои не шевелите. Видите, то есть если мы учимся у Христа, то он бы как бы так делал. Вот куда тут деваться-то? Меня вот укоряют. Ты вот так вот, ты вот так. Ты от культа отвращаешь кто-то меня там, от всего этого внешнего. Ну, а куда мы денем? Вы же знаете, Евангелие Таанны. Там не то, что это даже вырывание разговора о хлебе и вине небесном. Ведь это вырывание из куска рассматривания только шестой главы. Вы помните, как начинается Евангелие? Сначала Никодим приходит. Господь ему говорит, родитесь свыше. Никодим по плоти размышляет, да? Как это можно снова к маме в пузо залезть, что ли? Во чрево? Нет. Ну, говорит, о духовном рождении. Дальше второй момент. Идет мимо Самарии. Самарянка говорит, вот вы, говорите, будете в храме вашем поклоняться, или на нашей горе, вот у нас споры. А он ей говорит, что вы не будете поклоняться опять по плоти. Не в этом храме, не на горе, не на построенных, естественно, храмах. Ибо я и этот храм руками язычников разрушу. Все. Говорит, будете поклоняться в духе истине. Заметьте, каждый раз крещение, рождение, да? Он же говорит, это крещение, уверуйте и креститесь. Он говорит, что настоящее крещение, это не по плоти, когда тебя покунали вниз головой или вверх, это не имеет значения. Он говорит, что главное, чтобы человек родился духовно, это умственное переживание. Это же невозможно без ума, крестят там младенцев, действительно. Он говорит, родиться свыше человек должен, сознательно. Это добровольный выбор, пойти за Господом, отвергнувши себя, взяв свой крест. Говорит, пока ты не решишься на это, то есть в пустыне, пока тебя будет, пусть ты даже крестишься, и пока у тебя это брожение в пустыне не пройдет, и ты действительно, отвергнув все, весь сатанинский мир, скажешь, все, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Да, после этого ты рождаешься свыше, ты выходишь в силе Духа из пустыни, сердца своего, в котором ты отверг, все в себя, себя отверг, решился жить в любви к ближнему, делая это любви в идеале силою Божьей, для славы Его, да и для собственного счастья, естественно. Господь сказал, что бремя, мое и иго, то есть сами слова подразумевают тяжесть, зло, но они на самом деле легкие и благи. Все, и потом он доходит до хлеба с вином. Это же образы. Там прям три идет по плоти. Это, говорит, родится телесно, он ему родится духовно. Это, говорит, поклоняться в капищах, я их по-другому назвать не могу, ибо уже этот храм был чистым, Господь сам сказал, что его сделали, пещеры разбойников. Это и есть капище духовное, которое Бог и руками язычников стер с лица земли, и уже две тысячи лет и камня на камне не осталось. А он и опять о духе, что ты внутри поклоняться Богу будешь, что настало это время уже, и куда я денусь от этих вещей? Ему говорят, он говорит, будьте есть плоть мою, ибо я хлеб, шедший с небес, и пить кровь, и опять соблазняются по плоти, ну как можно тебя разрезать и съесть? А он говорит, да слова мои, суть жизни дух. Вот куда мы денемся от этой плоти? Там же в контексте все, Евангелие от Анны идет, вырвут этот стих, и все. Евангелие от Анны действительно, это пик совершенства. Кто пришел в этот возраст, понимает его. Оно все духовное, конечно же. Возводит человека на небеса, там все время Господь объявляет себя сущим. Я Отец одно, Я творю, что творит Отец Мой, жизнь имею в самом себе, как и дал мне Отец иметь жизнь в самом себе. Все об одном все время. Это прям Бог. Иисус Христос есть Бог, сущий, иегова, истина, есимь, прежде, нежели было в рам, я есимь, и было, и есть, и буду. И там же духовно идут понимания, прям с первого момента. А то вырывают эти, ничего ты даже не вырвешь, даже не в стихах, ты даже главы не можешь вырвать, потому что идет контекст возрастания духовного. Сначала ты веруешь во Христа, что образ крещения, рождения, потом ты поклоняешься Ему, то есть в духе кротости, и истине, истинно есть Бог, Бог есть любовь, любя ближнего, и таким образом ты причащаешься божеству, хлеба и вина небесного, плоти и крови Его, ибо становишься подобным Ему. Все, все показано, цепочка. Уверовал, крестился, ну, покаялся, там, я же сейчас не будем все это разбирать-то сначала, я уж так беру, крестился, творишь дела достойные, соответствующие покаяния, и тем самым причащаешься Богу, уподобляешься Ему, что было от начала, заповедь, Ян Богослов хорошо говорит, да заповедь одна и та же, от начала, которую мы слышали от Него, она была дана в раю, возделывай и храни. Я говорю, он в притче про семя по-другому, Нюшка, сказал, сохраняя семя, которое слово, он говорит, Божье, то есть Евангелие, те проповедные, то есть веру, в которую ты, приносили плод в терпении, то есть творили дела любви, в уповании на Бога и терпении, отвергнувши в себя, естественно, эгоизма своего, своей дырки. Вот, и поэтому, куда мы это денем-то? Господь все время, Он говорит, а вы законните, Он прямо хворит, поэтому, понимаете, тяжело проповеднику в этом плане, я молюсь, мне неохота погрешать, я боюсь, я вам говорил, что я боюсь в принципе, ничего не боюсь, боюсь только одного, отпасть от истины, от Христа, от любви, отсущего над всем благого Бога, ибо жить в духе, в Боге, это счастье, ибо Бог есть, любовь, радость, мир, как мы это не понимаем, я говорю, мне Бог кое-что открывал, я его переживал, я хоть не умирал и не был на том свете, у меня другой путь, у людей всех разный, Божьим промыслом путь, Бог меняет природу, это счастье, вот, и поэтому тут с проповедью, не так все просто, я как-то говорил, мне в принципе, все равно, куда вы ходите, там, в каких, так называемых, храмы, хотя в Новом Завете, никогда здание храмом не называется больше, храмом, а вообще-то там греческое слово, там даже храм, это вот понаписали этот перевод, а тоже, смотришь в оригинал, там скиния, люди, это живые скинии, то, что скиния была, ее носили, это образ хоть какой-то движимости, а не недвижимости, скиния была сделана, да, там вот это, сундук, так назовем его, обтянутой кожей, не зря его кожей, обтянутой, это образ человека, Бог был в этой скинии, да, израильского народа, и поэтому все время скажем, что скиния, это человек, что вы скиния, Бога живого, скиния, там даже слово храм-то не употребляется, там говорится о скинии, вот это вот скиния, которая ветхая, и то, ведь эту скинию-то слепили, только потому, что люди идола все слили, Бог был, я буду с вами, вот, в огненном столпе, ночью, и в облаке, и днем, нет, взяли, дай нам тельца, а два тельца стыли, и понеслась, поехала, Бог дает им видимый образ, да, вот этим язычникам, на самом деле, все, что мы видим, весь культ, это, это плохо, в том плане, что это далеко не версия, ну, и этих людей Бог любит и спасает, я не против, я говорю, у меня вот, блох, я знаю, что есть люди, которые мучаются этим, которые совершенные, святые, дети Божьи, им все это не нужно, я вот, конечно, для них, по сути, конечно, проповедую, у вас тянет плоть, пожалуйста, есть куча плотяных проповедников, вам будут рассказывать о плоти, куда что поставить, каким посредникам помолиться, я проповедую для совершенных, для которых нет в этом никакой нужды, Адаму Бог не говорил, что будут у тебя какие-то посредники, он ему в уши говорил, он говорил Каину в уши, и тот его слышал, он говорил всем пророкам в уши, а не на каких-то святых местах, да, там есть образы, когда пророкам всегда на горе, в пустыне, и то это откровения были, это говорится о высоком духовном уровне человека, вот, поэтому я-то сам не против, я тебе личность, ты меня спросишь, мне в принципе все равно, я говорю, куда ты ходишь, ты хочешь миллион потратить на этот храм, а не на жертвы ближнему, на питание голодных, чтобы из них храм сделать Божьего, следующего, а не потом люди покаются от твоих добрых дел, увидят твою любовь Божию через твои дела, покаются, дашь им Евангелие, и они будут дальше закваской, ты на тот свет пойдешь, а оставишь после себя закваску, ну ты скажешь, я построю, тоже люди могут прийти, ну может быть могут, я не знаю, я, это не мой путь, мне он не подходит, вот, я общаюсь со многими, все практически, естественно, принадлежат каким-то направлениям, я не против, вы можете делать, что хотите, и то я всем говорю, лишь бы у вас сердце чистое было, когда ты что-то не принимаешь, там что-то происходит не так в системе, и ты лукавишь сам собой, тут я честно, по Евангелию, по Новому Завету, не думаю, что это, мягко скажем, короткий путь, если это вообще путь, обожжение, соединение с Богом, потому что, когда ты лукавишь, Бог с тобой не будет, тоже искренне, так скажем, ну все, по-детски рассуждаю, вы меня слышите, да, тебе что-то не нравится, не делай, поэтому я вот вне системник, мне все это вообще чуждо, все это наносное, кому-то там что-то ходят, наряды наряжаются, и даже сама система вот этих всех обязательств, ты там должен это, ты должен, да ты ничего не должен, если у вас семья, община, вы можете в это воскресенье не прийти друг другу в гости, у кого-то дела, у кого-то что-то случилось, кто-то болеет, да делать не в этом, Бог никаких культовых сооружений не строил, ходил, проповедовал, сейчас блогеру ничего не надо, вот, смартфон за 5000 рублей, и все, ноутбук, через который ты выложишь, все, ему не бумажки, я действительно поражаюсь, ничего не нужно, он сам для себя должен читать, чтобы потом в духе говорить, это свободно, и надо сам задумывать, нужны ли эти каналы, где там, ну так называемые стримы, скриншоты с экрана, нужно ли это вообще, кому-то же у меня все время большой вопрос, ну, хотя я тоже разные проходил этапы, так что, надо, конечно, постараться никого не судить, общаться в духе любви, конечно, максимум стараться, ты сейчас не знаешь, у нас истина, которая у нас в голове, именно к ней надо обращаться, но это истина только для тебя, что тебе конкретно сейчас говорит Господь, тебе может быть по духовному возрасту, если рассмотреть годик, а это уже муж совершенный, или подросток, и это есть, духовный возраст есть, если есть рождение свыше, вы прекрасно понимаете, то есть и возраст духовный, одному пять, другому десять, а у нас порой пятилетка судит, о профессоре, это, конечно, беда, причем судит-то по плоти, вот именно, думает, что если с ним седая борода, он должен быть и по духу старец, да нет, мы сами знаем, в миру есть, как говорится, седина в бороду, без в ребро, 95 лет, а он там штаны кожные надевает, весь в железе, в каком-нибудь металлист, ну, все же кажется, ой да смешно, там, ребячествует с девчонками, с молодыми, хотя у самого, там уже ни кожи, ни рожи, да, как говорят, вот, то же самое и здесь, ну, не гоже уже духовно вырос, человек, конечно, не может обратиться в годовалого духовного ребенка и подгузники на себя духовные надевать, конечно, человек растет, и то, что нам при гоже в детском возрасте, какие мы игрушки играемся, мы не играемся во взрослые, это нормально, если бы понимали так в церкви, относились бы проще, если бы пресс-фитера назначали, не сверху, а община бы назначала, снизу, всем собранием решила, да и опять тоже, все это голосование, собрание, Павел назначил Тимофея, как мы видим, по откровению, Бог дал откровение о нем, хотя он был молод, а у нас много откровений, много святых людей, не знаю, а вся демократия, да, ну, выбрали бы большинством, ну и что, до вашего собрания, может быть, из 30-20 плотяных, вот и выбрали вы плотяного, себе пресс-фитера, и 10 духовных опять будут там мучиться, с вами, тоже, видите, то есть, по-хорошему, все это, надо, как-то, это очень тяжело, поэтому, действительно, вот этот суд, наше суждение, это очень страшная вещь, надо просто общаться, я так думаю, потому, что истина, которая в твоей голове, это действительно истина, но только для тебя, друг для друга, это уже не истина, Бог есть только истина, и Он в каждом из нас, но данный момент твоей жизни, твоего роста, Бог промыслом тебе подает, то, что тебе полезно, это может быть не полезно другому, мы не можем ко всем это применить одновременно, вот почему я говорю, я почему эти системы не принимаю, сам Бог вне системы, Бог свобода, Он мир творил без чьей-то указки, и делает с ним, что хочет без чьей-то указки, почему я вам рассказываю про все эти дары, вы же помните, как там в послании, все это хорошо раскрыто, апостолами, да Бог дышит, где хочет, да, Бог сказал, что буду сопровождать, но Он не говорил, кому, в какой степени, сколько, какие времена, Бог, дары, слово дар подразумевает, хочу дал, хочу не дал, хочу дар, он, конечно, и безвозмездность подразумевает, что ты ничего не должен Богу, за это тебе Бог дал, ты им и служи, так опять же, Бог дал, Бог забрал, мы все прекрасно знаем, мы помним книгу Иова, там не то, что дары, семью забрал, власть, деньги, все забрал, Бог дает, и Бог забирает, так что, вот так вот, я вот хотел бы поделиться с вами, чтобы вы тоже знали, и поэтому я очень чувствую, мне очень часто укоряют, когда там, вот ты не слушаешь, я тебе там говорю, ну и что, что ты мне говоришь, во-первых, у тебя опыта нет проповеди, и опыта не в смысле, что какого-то там опыт тебе нужен, нет, я имею как раз, что такое опыт, кто знает, я надеюсь, определение опыта, это опыт, как один великий философ, мне нравится, как он сказал, это то, что мы получив, не получив того, что хотели, потому что, как раз, не опыт своей мысли, ты можешь, да, как бы иметь и без опыта, без опыта зла, ты просто вот там, думаешь так, а когда ты уже набил себе шишки, вот это опыт называется, я говорю, а что ты можешь, ты же не проповедуешь, ты открой, почему я всем, вы думаете, я шучу, так говорю, там, ты открой свой канал, и проповедуешь, так и есть, одно дело, ты мне лично что-то скажешь, я тебя лично обидел, там, еще что-то, да, это вот жизнь всех христиан, проповедники, это немножко такие, обосох, хотя мы все проповедники, я все говорю, вы помните, любое ваше дело, ты, если, я говорю, сам не принимаешь этого, допустим, там, я говорю, десятину какую-нибудь, языки, там, какие-нибудь обряды, или там, мясоедство, это, божье, но ты это делаешь, значит, ты с виду, люди думают, что ты это исповедуешь, каждое наше дело, это говорит о том, что мы думаем, потому что дела проявляют наш шум, ты же с табличками ходишь, вот это, вот это я не признаю, или подходя там, к так называемому причастию, у тебя на спине, во всю спину написано, я не мясо ем, а хлеб, вот, поэтому тут, очень тонкие грани, и мы, конечно, должны просто общаться, и я говорю, а проповедников, надо тоже к ним относиться, я не люблю эти слова, там, хоть апостол тоже пишет, вот, с большим почитанием, или почитайте их, а то мы другого, почитать не должны, да всех мы должны почитать, все эти грани, они, как бы, должны быть естественные грани, он, пресс-фитер, должен сам проявиться, сам вынаживаться, и по-хорошему, и не надо никого, не рукополагать, ничего, в том плане, что там, какие-то знаки давать, да если этот человек Бог дарами одарит, к нему сами люди потянутся, причем потянутся далеко не все, ходил Христос, по идее, вот, все должны обратиться, все покаяться, все пойти к Богу, но не идут же люди, и чудеса творит, и добрые дела, а люди ожесточаются, воскрешает Лазаря, и убить, убить, так что думай тоже, что вот, он всем должен нравиться, это тоже не так, или мне, вот мне он не нравится, значит, он не хороший, ну тебе не нравится, а другим нравится, почему я и радуюсь, и всем говорю, кто меня поддерживает, вы тоже поддерживаете, меня не стесняйте, говорите мне и добрые слова, и слова поддержки, мне они необходимы, иначе я тоже думаю, а кому это надо, кто-нибудь обидит, там что-нибудь напишет, скажет, и все, а ничего делать не буду, потом Бог, конечно, напоминает на сердце, но у тебя есть те, кому надо, и я вот ради тех, кому надо, я, конечно, делаю, вот, но я задумываюсь о том, что да, пусть человек тоже думает, как я, но действительно, не вместе ли мы чешем не туда, не слепой ли слепого ведет, оба в яму рухнем, да, то есть может человек сослужить и недобрую службу своей похвалой, вот, поэтому я-то никогда не артачусь, я всем говорю, я против палки, я всем, это я никогда в этом не поступлю, не на стопы ноги, потому что Бог мне от природы дал это чувство свободы божественное, да и чувство любви, как вы заметили, вот, поэтому мне так легко дается проповедь любви и свободы, божеского естества, по сути, проповедь, пусть мы все не идеальны, все падаем, грешим, но хотя бы это путь, это истина, а значит и путь, и значит жизнь для каждого человека и счастья, ну, а жизнь без любви она не будет несчастной, она будет счастливой, вот, и поэтому я имею в виду поддерживать, когда вы действительно искренне так думаете, ну, пожалуйста, тоже пишите, вот, а если что-то не так, там, вас что-то укорило, даже задело, пусть, хотя я же не лично кого-то оскорбляю, там, или обижаю старых, вот, ну, выскажи, только тоже не надувайся сильно, ни брат, ни сестра, мне разные пишут, а сейчас кто-нибудь слушает, тоже думает, что я ему лично говорю, да нет, у меня, пусть еще не гениальный, там, огромный круг общения, я каждым христолюбцем очень дорожу, вот, если надо, я говорю, я могу, ты мне скажешь, да я заткнусь ради тебя, будешь ли только счастлив, ну, ты будешь счастлив, а сколько людей станут несчастными, многие слушают меня с отрадой, более того, я же говорю, я никогда не претендую на истину, я человек, уста мои лукавы, я не могу сказать, что вот я, как, как действительно есть там, в оккультизме, и все, Бог вселился, или действительно бесовщина, где Бог попускает в человека, и бес говорит моими устами, я вот говорю, вот, моими устами глаголит Бог, нет, я такого сказать не могу, я не изрекаю, не изрыгаю ни пророчеств, я проповедую в простоте слова, чтобы не упразднить креста Господня, но меня может и заносить, и падать, у меня бывает плохое настроение, меня кто-нибудь обидит, я записываю ролик, может быть во мне и злоба, и месть, я человек, я падаю, я молюсь, стараюсь подвязаться в этом плане, вот, ну, действительно, мой ролик, мои мысли, могут зависеть от всего, мы как погода, сегодня, светлые, завтра, туча на тучи, вот, я хотел, вот, по поводу, это, по сути, как бы, больше даже меня касается, но хотел, чтобы вы знали, я, я поэтому, как бы, лично не против никого, хотя, я против всех систем, если честно, хоть ты тресни, как этому закончим, да, там, все эти, баптисты, хоть я знаю, у меня есть очень хорошие сестры, братья, там, я просто, потому что, я говорю, мы христиане, и вот понадумали этих систем, они разделяют, к сожалению, хотя, я говорю, против личной брата, сестры, против даже, там, говорится, вас община, если суперская, да и слава Богу, может быть, но проповедовать это я не могу, и не могу говорить, что это прям супер хорошо, я, честно, не вижу в этом ничего хорошего, вот, и плюс, я говорю, я не Бог, я меняюсь, я не стесняюсь говорить, что я меняюсь, что я расту, я, нам хранить заповеданное в Евангелии апостолам только одно, Евангелие, которое, в учении жизни Иисуса Христа, что Бог, Сущий, воплотился, мы в Него уверовали, уверовали в любовь Его, покаялись, пытаемся жить, соответственно, своему покаянию, уповая на Бога, теперь наша вера, наша семечка пустила корни, и вверх, вверх росточек, и мы, уповая на Бога, отвергая себя, творим дела любви, и Бог нам взращивает плоды, тут все просто, мы это проповедуем, эту веру сами храним, до смерти, чтобы по смерти быть не осужденными, а быть в раю и внешнем, и во внутреннем с Господом, и внешне с Господом, и внутри, и в Духе Его Святом, да, в этом мы все стоим неизменно, но вот эти, ведь это же от человеков, я Павлов, я Кифов, я Аполосов, поэтому тут, вы знаете, много ли мы погрешаем, даже проповедники, говоря об этом в отрицательном, это все от людей, это не от Бога, Бог сказал, будьте все едины, в образе этих всех 12 учеников, на прощальном ужине, все вот эти разделившиеся конфессии, будьте все едины, если вы веруете, вот то, что я сейчас сказал, мы все знаем Евангелие, исповедуем, крестились, как-то подвязаемся, все остальное чушь, внешние формы, учения человеческие, это вечное безумие, соблазн креста Христова, эллинство и иудео-язычество, вот две, ум и сердце, ум куда-то несет все время в еллинство, свои учения придумать, новое Евангелие возвещаем, и вот сердце, иудео-язычество, потому что иудейство, и язычество, это одно и то же, только для избранного народа, не для избранного, но посмотрите, иудейский закон, культ ничем не отличался от языческого, те же самые обряды, формы, обязательства, жертвы Богу, все то же самое, только Бог, как бы в образе истинности, хотел им показать, что вот как бы разделение, хотя он призывал в начале эры, там еврейский народ отвалился, Бог не этого хотел, мы видим, как Бог как будто идет за человеком, чтобы показать его в безумие, человек все время манит, нет, ты вот сделай как я, но Бог делает, посмотри, как по-твоему получается, ничего хорошего по-человечески не получается, поэтому я говорю, вы знаете, тут я был твердо уверен, что я похрешаю в этом, я бы ни слова не сказал, ни о конфессиях, ни о разделениях, после послания к евреям и к римлянам, и галатам, как выводу, и учение Павла о свободе во Христе, чем оно и заканчивается последней главой, мы переходим к посланию к Коринфянам, и там четко оно начинается, первые четыре главы к разделению, о разделении, о беде разделения между христианами, на я Павлова, я Кифова, я Аполосова, говорит, я что ли Павлович за тебя крестился, Кифа что ли за тебя распелся, это прям, прям Павел, Бог духом святым так все это писал, составлял, первая беда церкви, все, и понадел этих разделений, понадел этих собраний, в которых ты обязан, да церкви были домашними изначально, да если бы, как раньше, семьи были, по тысячам, у кого-то и дом бы был, как храм, и там бы комната была здоровенная, все это, это все не надо этому придавать большого значения, так что вот так вот, ну ладно, вроде бы все, я так хотел немножко поговорить с вами, вот рассказать свои мысли, потому что периодически у меня возникают, я говорю, мне что-то, ну пишут, вы знаете, постоянно, я кого-то там даже банить стал, где-нибудь там на ютубе, надоело все это читать, я говорю, от этого портится настроение, у тебя тогда действительно, я человек, у меня портится настроение, я вместо того, что в хорошей, правда, какой-то проповеди, хоть слово любви лишнего сказать, самого тянет во все зло, вот поэтому даже стараюсь такими средствами просто себя обезопасить, все, ой ты гордый, ну послушай, как на тебя целыми днями помой льют, что хорошего-то, я посмотрю, какой из тебя проповедник, когда в тебя в душу ведро за ведром помой вливают, и естественно, хочется его вылить наружу, к сожалению, тогда надо либо в уединении сидеть, чтобы это выливать в бытие, в никуда, Богу все сливать, и говорить, Господи, очисти все это, либо ты вылишь на кого-то, поэтому я там кого-то баню, не только потому, что-то какая-то гордость, я говорю, вы станьте проповедниками, станьте блогерами, откройте свой канал и познайте, что это такое, не так все это просто, я говорю, любой нормальный человек, христианин, конечно же, общается с радостью, и принимает и отзывы, и комментарии, и все, и добрый совет, ну все от чистого сердца, и все без палки, без принуждения, ты же тоже можешь ошибаться, советую, тогда тоже какая-то гордыня, я прав, это истина только в твоей голове и лично для тебя, пусть относительно этого человека, и может быть ты прав даже, может тебе Бог на душу положил, но человек не принимает, Бог не нарушает эту свободу, мы в Евангелии видим, что Господь палки не взял нигде и никогда, нигде и никогда, тут вообще, есть места, где вообще, вот что не говори, а есть места, где я вот допустим проповедую, и стою от начала до конца, вот в этом я не меняюсь, а есть места, да, я говорю, что я, уже 7 лет что ли проповедую, нет, я 7 лет покаялся, но проповедую, не 7 лет, но там близким, понятно, и то сколько падал, начинал, тоже все знают, это неофитство, там начинаешь всем друзьям, родственникам, а, покайтесь грешники, готов там действительно отлучиться, ради какой-то мнимой истины, хотя истина, это и есть любовь, бросить там родителей, нет, конечно, вот, и друзей каких-то там, из-за того, что они не принимают, все это и любовью приводи, поэтому есть вещи, в которых тут и двигаться-то некуда, свобода, обязательная вещь, это я никогда, почему я говорю, я в ней не подвинусь, ну а уж вы там сгруппировались, обозвались, это уже там ваше дело, я говорю, Бог всем судья, не говорите об этом, тогда бы Господь этого не делал, и не учил так, так что тут вот есть тонкие грани, и меня строго тоже не судите, потому что я буду меняться, но всем я говорю, я с радостью слушаю всех, у кого от чистого сердца изливаются какие-то даже, говорю, обо мне мнения, я с радостью слушаю, ну от любящего сердца, а от злого сердца, там хоть ты трижды истина, говорю, она злая, никто тебя слушать не будет, и я, кстати, точно такой же человек, что мне тебя слушать, я же вижу, что ты со злобой говоришь, ты же не любишь меня, вот, поэтому, я говорю, и палку, я всем, я никогда, конечно, не приму, если ты мне не просто говоришь, а хоть, чтобы я тут же принял тебя, вот, вот ты сказал, и все, это истина только в твоей голове, да, пусть вносит меня, и пусть, может быть, даже Божьим промыслом, это правда истина, за мной остается моя свобода, и мой Бог, который мне, когда вложит, напомнит твои слова, через тебя Богом сказаны, да, и я покаюсь, я не боюсь меняться, не стесняюсь этого, вот, христианину главное веру сохранить в Евангелии, то, что Христос, свящий Бог, пришел в последнее время во плоти, умер за грехи мои, вот, это главное, что человеку нужно сохранить, а все остальное, это уже и воскрес, да, а все остальное, это уже деяния, предания человеческие, апостольские, мы там уже разбираемся, можем и погрешать, и падать, так что это есть любовь, любовь никогда не брать палку, да, не говорить ничего, ну да, мы для этого общаемся, помогаем друг другу, но вопрос, если ты со злобой в сердце, с осуждением, с палкой, вот, с всеми этими вещами, это не любовь, тем более у людей равных, Бог одну систему в мире создал, как и Он сам, наши родители, и промыслом о нас промышляет, где-то что-то даже порой для нас не очень, так скажем, добреньким, как нам докажется, со страданием, со скорбями, так и, это одна система, это детей родителей, семья, и то мы знаем, что когда дети возрастают, беда родителей, когда они не поспевают, за тем, чтобы понимать, что потихоньку Бог их взращивает, им дается свобода, они все более и более укрепляются в свободе, и в один прекрасный день они из родительского гнезда выпорхнут, и будут абсолютно свободны, поэтому там надо палку потихоньку, и воспитание пряника, кнута, переходить на общение братское, даже с своими детьми, я думаю, что каждый родитель здравый, должны это понимать, потому что придет время, когда они станут друг другу братьями, ибо во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского, ни родителей, ни детей, мы там все будем в одном возрасте, у Исаев, откровение, это же есть, все будем вечно молодые, возможно, с чувством отнимутся, эти родственные даже, потому что плоти, плоти и кровь Царство Божие не наследуют, не будет кровяных ощущений, близости, будет только близость во Христе, мы все будем на земле, на новой земле, как одна большая семья, с одинаковыми чувствами, что каждый близок так же, как и он через улицу стоит, вот. Ну все, давайте возблагодарим Господа за все. Господи Иисусе Христе, Сыне Божиим, Господь мой, Бог наш, Сущий над всем Творец, Создатель всего этого прекрасного мира, хоть и под проклятием со времен грехопадения родителей наших, Адама и Евы. Спасибо тебе за все, что промышляешь о нас каждую секундочку жизни нашей, что все подаешь нам потребное для жизни и веселья. Спасибо тебе за все, за всех, кто окружает нас, и любящих нас, и учащих нас любви, братьев и сестер, ибо все мы от одной крови дважды. Слава тебе, Господи, слава тебе, наполни сердца наши истиной, которая есть ты, которая есть любовь, чтобы творить нам дела покаяния, которые есть дела любви. отвергнувшись себя своего эгоизма, сластолюбия, любостяжания, и творить эти дела любви, уповая на тебя в терпении Божьем. Слава тебе, Господи, слава тебе, спасибо тебе за все. Ну что, братья и сестры во Христе, народ святой, давайте прощаться. Всех во Христе Иисусе лапзанием святым нежно целую по образу апостола Павла, крепко-крепко обнимаю и желаю возрастать в благодати и познании Господа и Бога, сущего над всем Творца нашего, Иисуса Христа. Кому понравился ролик, ставьте большой палец вверх, кому не понравилось, все равно палец вверх, ибо все мы христиане. Делитесь, если считаете полезным с кем-то этим роликом. Мои адреса канала все наверху, контакты для связи все внизу, а полезные ссылочки всегда справа. Всех храни Христос, пока-пока, до встречи в новом видео.